У веровавших же будут сопровождать все знамения, именем моим будут изгонять бесов. Евангелие от Марка. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Лет двадцать тому назад в раздумье шел я по территории Псковского Кремля после службы в Троинском соборе. Не было у меня серьезного наставника, духовного отца. Священники и даже опытные не могли ответить на все вопросы, которые вставали передо мною, недавно пришедшим к Богу взрослым человеком. В ветхой жизни успевшим немало натворить уже. Охваченный невеселыми мыслями, нагнал я матушку Александру, мать одного местного священника. «Не желаешь ли поехать со мной завтра?» – спросила она и указала место. «Там по четвергам проходит служба по болящим. А я-то при чем?» «Очень полезно побывать, многое поймешь. А мешать я не буду». «Что?» – ответила старушка. «Напротив. Может, даже чем-нибудь поможешь. И батюшка там очень хороший. Поедешь?» «В назначенный час мы встретились. И полупустой автобус привез нас в маленький городок с изумительными окрестностями. Недалеко от остановки небольшой храм в честь Пресвятой Богородицы. Служба должна была проходить в уютном низеньком пределе с множеством икон, которые покрывали все стены до потолка. Батюшка, склонившись над аналоем, исповедовал. И вдруг, едва мы вошли, резкий мужской голос проговорил на весь храм. «Старая болтунья, будешь болтаться за язык, подвешенный в аду». Голос исходил, не подберу более точного слова, из старой женщины, которая стояла у самой Салии, схватившись за решетку руками. Она не оборачивалась и не могла видеть, кто входит в храм. Священник пытливо взглянул на матушку Александру. Та рухнула на колени и истово крестясь забормотала. «Господи, прости! Господи, прости!» Оказывается, дорогой она кого-то осудила, и бесы тут же продемонстрировали свою осведомленность и принципиальность. Очень много впечатлений было у меня в тот день. Впервые я присутствовал в храме на службе по болящим. Их собралось человек сорок, но, видимо, из-за множества раздававшихся со всех сторон голосов, казалось, что еще больше. Я был потрясен всем происходящим. Склироса то и дело вещал без пророк, как сам он себя величал, постоянно напоминал «Я без пророк, прорицатель!» Говорил он через приятную на вид средних лет женщину. Когда она пела, то ничем не отличалась от других. Но вот начиналась исповедь или проповедь, и бес тут же принимался за дело, громко изрекая предсказания о будущем, угрожая батюшке. «Мы с тобой разберемся, ты скоро здесь служить не будешь. Переведут тебя в глухомань, посмотрим, кто ездить будет, когда автобусы раз в неделю». Или рассказывал о поступках священника от того прихода, откуда была прихожанка. «Ушел из монастыря, чтоб жить по своей воле. Любит старинные вещи. Из храма к себе в келью все перетащил. Я его обличаю, так он меня гонит. А я вот что придумал. Стал обличать его во время евхаристического канона. Ему от престола не отойти, приходится выслушивать». То начинал хвастать, что все знает о будущем, но не хочет говорить, чтобы мы не приготовились. Впервые лицом к лицу столкнулся я со злобной силой темных духов. Убедился в реальности их существования, увидел их лютое насилие над конкретными людьми и, кажется, до конца осознал слова апостола. «Наша брань не против крови и плоти, но против мера правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». С тех пор я стал иначе смотреть на духовную жизнь церкви, да и окружающий мир вообще. Однако суровая картина, открывшаяся взору, не оставила гнетущего впечатления. Я обрел наставника, которого жаждало мое сердце. Встречу с батюшкой я воспринял как бесценный дар, и все дальнейшее подтвердило, что это было уготовано промыслом Божиим. Источник Иеромонах Пантелеймон Козни бесовские Иеромонах Пантелеймон